Друзья, вторую сессию у нас ведет уникальнейший... Да машинка хватит! Ничего, да-да-да! Он подмечает, а у нас тут ролик будет. Уникальнейший человек, который на мировом уровне в Федерации АИДа занимается руководством и развитием направления, медицинского направления, научного направления во фридайвинге, то есть делает то, что никто другой, ни одна организация не делает. И, мой дорогой соорганизатор этой конференции, наш вклад в продвижение медицинского сообщества. Браво! Спасибо большое. Если я буду говорить без микрофона, нормально? Да, да, да. Меня зовут Олег Мелихов, я руковожу комитетом по науке и медицине Всемирной Федерации Фридайвинга АИД Интернешн. И эту сессию мы планировали читать с многократным чемпионом и рекордсменом мира Витамиром Мариевичем. Но я надеюсь, что он... Он оказался, что он делает русский. Рассказывается через некоторое время, по крайней мере, такое желание... Минутки 20 назад у него было. Саша, ушел судьбу. А я сейчас в доме, мне кажется, надо просто помочь. Отчем я хочу рассказать. Мы поговорим немножко о роли, немножко совсем, о роли науки и медицины в развитии фридайвинга и о роли медицинского комитета Всемирной Федерации Фридайвинга. Я расскажу вам о современных взглядах на писательскую травму, на повреждение организма, связанное с нырянием на глубину задержки дыхания. Я расскажу о новой классификации гипоксии, о новом, о предложении, по крайней мере, спасибо о роли маркетинге, который я сформулировал на АИДе Бору. Предложение по изменению поверхностного протокола и немножко совсем, потому что эту тему просто нельзя обойти. В свете того, что происходит в мире, я немножко расскажу о влиянии новой коронавирусной инфекции на организм фридайвера. Чем занимается комитет по науке и медицине? Ну, в первую очередь мы занимаемся тем, что помогаем готовить обучающие материалы, потому что каждый курс в АИДе Интернешнл, я думаю, что и в других образовательных системах, тоже в Молчанове в самом деле в том числе, включает некие аспекты, которые касаются и медицины, и физиологии, и, самое главное, безопасности, и дают, и медицинский комитет АИДе Интернешнл, каждый год проводит пересмотр существующих правил проведения соревнований и корректирует некоторые вещи. В этом году мы разрабатываем сами, без участия других комитетов, отдельный курс, который называется First Immunctions Medical Responder в Афридайне. Кроме того, мы занимаемся периодическим обновлением правил проведения соревнований, в частности, одно из новшеств, которое появилось в правилах АИДе Интернешнл относительно недавно, это blackout полисей. Мы занимаемся сбором и обработкой информации о несчастных случаях в АИДе Интернешнл в первую очередь, о несчастных случаях, которые происходят во время соревнований. Мы занимаемся разработкой руководств для организаторов соревнований и врачей, которые занимаются обеспечением, в первую очередь, глубинных соревнований. Почему глубинных? Потому что в связи с фокусом на глубинные соревнования, потому что глубинные соревнования, они, конечно, намного более опасны, чем соревнования в бассейне. И, например, в последние два года мы разработали то, чего никогда не было в Афридайвинге, мы разработали цендарство «Стакова спасения», которое облицовывает деятельность всей команды целиком, команды спасателей, организаторов, medical team и всех тех, кто занимается в организации соревнований, что каждый должен делать, на каком этапе, в том случае, если происходит нечаятная команда, если происходит неприятность. Кроме того, у нас работает 24 на 7 «Help Desk» для стрельбаевского сообщества в мире. То есть, если кто-то из врачей, инструкторов, либо просто фритайверов хочет получить медицинский совет по поводу того, что произошло, поскольку медицинский комитет состоит из детей, которые работают во всем мире, а в разных часовых поясах, то мы стараемся круглосуточно эту поддержку оказывать, потому что зачастую в специалисты на местах не очень квалифицированы для того, чтобы оказывать экстремную помощь Федаилю. Ну и, соответственно, стараемся так помогать. И последняя функция, которая у нас была в этом году, это медицинское обеспечение чемпионатов мира, потому что, начиная с этого года, Арида сама решила, что будет организовать чемпионаты мира. Одной из причин, которая служила, в общем, достаточно неважная организация чемпионата мира в Ницце в 2012 году, когда он был такой достаточно серьезный танк между организаторами, между судьями, между атлетами, между HD International, и как нам эта вся история не понравилась, мы решили, что дальше будут организовывать чемпионаты мира сами. В этом году чемпионат мира, который проходил на Кипе, он уже был организован на силу на HD International. Но, в основном, то причины локальных партнеров, в принципе, я думаю, организовывают достаточно хорошо. Что думают участники чемпионатов мира? Все хорошо. Все хорошо. Фредаилю. И все то, что мы делаем, и все, что мы делаем, конечно, посвящено безопасности. Фредаилю. Почему? Потому что среда, в которой находится фредаилю, достаточно агрессивная. Мы сталкиваемся с гипоксией, мы сталкиваемся с повышенным давлением унижающей следы, мы сталкиваемся с последствиями этих двух факторов. Это, на самом деле, два основных фактора, с которыми сталкивается организм фредаилю, особенно при погружении на большие глубины. Это гипоксия, естественно, потому что мы погружаемся на задержки дыхания. И это высокое давление у фредаилю и среды. Без сомнения, имеет значение, особенно при погружении в холодной воде, еще и температурный фактор. Без сомнения, но поскольку погружение у фредаилю и дляца обычно не очень продолжительное время, все факторы являются ведущими. И раньше мы как-то ментально делили все эти фредаилюрские травмы, фредаилюрские инжуры, вот эти все вещи, мы как-то делили между собой. Мы считали, что есть гипоксия, крайним проявлением которой является гипоксическая бактерия сознания, нам с вами известная, по-разному названию логауза. Баратрабва лёгких, даже что раньше называлось гипоксия лёгчим. Декомпрессионная болезнь, которая только что начала, в общем-то, когда много достаточно людей стало нырять за 100 метров. Но столкнулись проблемы декомпрессионной болезни мало, еще достаточно изученный момент, это прямое влияние высокого давления окружающей среды влияет на организм человека. Не только, ведь повышенное давление окружающей среды влияет на газы, которые находятся в лёгке, не только на грудную плетку. Ведь организм человека находится под давлением, в том числе и периферические нервные сплетения. Мы тоже сталкиваемся с различными неврологическими расстройствами, природы которых мы пока не очень можем понять, которые мы чаще всего относим к просто воздействию высокого давления окружающей среды. Но раньше нам казалось, что это как бы немножечко отдельное состояние. Есть блэкару, есть воротрахмолёвки, есть декомпрессионные болезни, есть какие-то нейропатии периферические, которые возникают, но, может быть, часто, как мы их относили, раньше за счет того, что складка костюма на землю это что-то при большом давлении начинает негативно влиять на периферические нервные системы. Но чем больше проходит времени, тем и больше приходим к убеждению, что это все одно и то же. Вернее, не совсем одно и то же, что при каждом побуждении, при каждом побуждении, особенно при каждом глубоком побуждении, в организме фельдайвера происходят вот эти все изменения в большей или меньшей степени. Они либо носят, либо не носят клиническое проявление, но они все присутствуют. То есть, независимо от того, что мы диагностируем, допустим, блок-аут, все равно организм фельдайвера испытывает определенные изменения в комплексе вот этих четырех факторов. То есть, вот ими словами, если мы раньше считали, что блок-аут это блок-аут, допустим, а паратравмолёбких это паратравмолёбких, сейчас мы все больше понимаем, что в каждом конкретном случае фельдайвер сталкивается с целым комплексом побуждений организма, скажем так. То есть, если мы сталкиваемся с блок-аутом, то, скорее всего, скорее всего, у человека есть некие признаки паратравмолёбких, есть, могут быть какие-то признаки декомпрессионной болезни, субклинические, может быть. Просто мы все больше приходим к тому, что всегда, особенно при глубоких повреждениях, при глубоких погружениях всегда в организме фельдайвера происходит целая гамма изменений, которые, в частности, не всегда каким-то образом проявляются клинические, но нет инфицированных трактов, и есть только сочетанные повреждения, но мы классифицируем по-прежнему как богатина по доминирующему синдрому. Но на самом деле мы сейчас пытаемся склонять больше врачей, которые занимаются обеспечением соревнований к тому, чтобы они смотрели на эту проблему живее, то есть, чтобы они учитывали вот этот весь комплекс повреждений, которые в организме фельдайвера могут присутствовать, даже в том случае если клинические симптоматики доминируют только, допустим, в одном из проектов. И, конечно, основным фактором повреждения организма при фельдайвере, естественно, является эпоксия. В прошлом году, по-моему, мы с моим коллегей из Америки профессор Холли Багири, может быть, из вас, кто умал участие в чемпионатах мира, кто ездил на соревнования, проходящие в западном полушарии, вы, может быть, сталкивались с ним, потому что он приезжает на соревнования. Мы с ним разрабатывали тут вот, наверное, целый новую классификацию гипоксии во фельдайвере, которую мы предоставили на конференции в Америке международной общественной гипотерапевтической медицины. И вот как мы сейчас смотрим на проблему гипоксии во фельдайвере, когда человек задерживает дыхание, начинает выполнять такие-то упражнения задерживая дыхание, не важно, на суше, либо в бассейне, на глубине, естественно, у человека возникает что-то фоксии, фоксии, понятно, это слежение коциального давления кислородового состояния. Но вначале это не проявляется никаких симптомов, абсолютно никаких. И вот этот период, который мы с вами называем периодом полного комфорта, мы называем периодом асимптоматической гипоксии. То есть содержание кислорода в крови снижается, гипоксия без сомнения присутствует, но это не содержит ни с какими клиническими симптомами. В фельдайвер чувствует себя достаточно хорошо. Затем что происходит? Проциальное давление кислорода начинает снижаться. И у нас появляются уже некие симптомы, некие симптомы связанные с снижением содержания кислорода в крови, но мы продолжаем свой организм контролировать. Продолжаем контролировать свое самочувствие. То есть мы понимаем, что кислорода в организме уже мало, но тем не менее ситуация продолжает оставаться в конкурсе. вот здесь наступает та самая и здесь наступает тот самый раздел, на котором желательно остановиться на мудрином. То есть в идеале мы должны заканчивать любое погружение максимум, но в той ситуации, когда мы чувствуем симптомы гипоксии и продолжаем контролировать свой организм. Почему? Потому что следующим этапом гипоксия переходит в так называемую симптоматическую неконтролируемую гипоксию. Но фридайвер при этом продолжает оставаться в сознании. Это то, что мы раньше называли Lost of Motion Control либо Самбо. Это такое пограничное состояние, когда фридайвер находится в сознании, но вследствие очень низкого содержания гипоксии в крови, в крови он не может контролировать то, что он делает. Типичным проявлением этого является непроизвольное мышечное движение, но мы фридайвер в это время остаемся в сознании. И дальше если содержание гипоксии в крови продолжает снижаться, что наступает? Наступает потеря сознания. Это следующий этап, который мы назвали симптоматическая неконтролируемая церебральная гипоксия, когда фридайвер находится в состоянии без сознания, то, что мы с вами знаем от термина блокад. Что происходит дальше? Двиг бар. Как сейчас и бывает в большинстве случаев, состояние организма приходится в норму после того, когда в организм снова начинает поступать кислород. В большинстве случаев, слава богу, мы с вами знаем, блокады заканчиваются без клинических последствий. Иногда остаются после глубоких гипоксий либо после множества блокадов симптомы, которые нам еще предстоят изучить в том, что мы называем постгипатическим синдромом фридайвер гипотезом. Я не буду об этом к сожалению меня не приметить к тому, чтобы об этом рассказать. Сейчас я подробнее об этом скажу только несколько слов. И, конечно, в самых крайних случаях, с которыми мы уже много-много лет не сталкиваемся, слава богу, но тем не менее перед дальнейшим снижением сатурации естественно что происходит с организмом в организм погибает. Вот таким образом мы сейчас смотрим на различные степенические стадии гипотезы. Для чего нам это нужно? Для того, чтобы лимитическому комитету на основании этого понимания разрабатывать определенные руководства и протоколы для того, чтобы он вызначит с этим делом. И такой извечный вопрос, который мы все время задаемся, и даже для своего профессионального сообщества я уже не говорю, даже о контактах с широкой общественностью является либо каут неотъемлемой частью нашего спорта. и я вынужден предположить, наверное, да. К сожалению, мне кажется, что фридайлинг без блокаутов не бывает. Для того, чтобы... Вы знаете, иногда начинаются разговоры, что мы можем сделать для того, чтобы блокаутов и фридайлинга не было. На мой взгляд, ничего не сделать. Может, только запретить. Фридайлинг нужно только запретить соревнования. Вот когда блокаутов не было. К сожалению, я не хочу сказать ни в коем случае, что это нормально. Блокаут не является нормальным состоянием. Мы сейчас будем об этом говорить, что мы идем для того, чтобы блокаутов было лучше. Но, к сожалению, моя позиция состоит в том, что если мы проводим соревнования фридайлинга, мы обязательно будем толкнуться к блокауту. И вся команда, которая занимает обеспечение безопасности с соревнованием безопасности. Почему? Ответственность вопроса очень простой. Потому что если мы ныряем на определенную глубину, если мы считаем, что эта глубина для нас обычная, нормальная, условно говоря, вот 28-25 человек на 4 метра. Чувствовался абсолютно комфортно. Говорит ли это о том, что на следующий день он если нырнет на 54 метра у него не будет блокаута? не. Конечно, нет. Потому что, как мы с вами прекрасно знаем, особенно на атлете, которые ныряют степень гипооксилия, она зависит не только в первую очередь от той глубины погружения, которую мы освоим. Зависит от целого ряда факторов. В первую очередь от внутреннего состояния нашего организма в этом моменте. Это зависит от факторов окружающей среды. На чемпионате мира в этом году. Помните, что было тогда трос Жених-тыжевых? Наверное, первый с этим столкнулся. Были сильные течения в этом году. И, несмотря на то, что атлетики знали о том, что течение сильное и заявляли глубиной меньше, чем те глубины, к которым они привыкли, все равно мы столкнулись первого дня с очень большим количеством лакаутов. Правда? Спомните эту историю? Мы также вынуждены были соревнованиям отменить. Почему? Потому что условия окружающей среды не позволяли спортсменам показать свои лучшие результаты. Мы столкнулись в большом количестве лакаутов. Что еще раз подтверждает нам то, что даже если человек на какую-то глубину приводит нырять, ныряет на нем достаточно уверенно, это совершенно не означает, что на этой глубине со стопроцентной вероятностью у него не будет и по всей и сныти, в которой говорит Глокович. Почему? Я не знаю, смогу ли вы показать в виде, но сложно вам достаточно. Я попробую. Посмотрите, посмотрите на этот шумайк, посмотрите, да, вот, наиболее что-то сейчас будет ходить с поворотом. Смотрите, когда он использует с поворотом, он не держит рот прямо. Видите, он все время, он все время пытается, и он как-то в том, что он как-то спирает, да, траектория. Посмотрите, в очереди все время изменяют выбор два руля. Почему они так делают? Потому что они тестируют. Потому что если человек, который находится за гримбоночной машиной, он выдает определенную траекторию, она может быть оптимальной более безопасной, но он не будет самой мысли. Поэтому они как бы все время вот этот предел конченый все время тестируют. Видите, он все время как бы рот оборачивает, и как только начинает чувствовать, что машина чуть-чуть начинает заносить, он вроде вращает. Так вот и в фридайвере точно так же. Что мы делаем на зареновании? Мы все время тестируем свои пределы. Мы все время тестируем свои пределы. И точно так же, как у пилота формулы 1 на время времени возникают аварии, вот точно так же из-за того, что философия фридайвера, особенно когда речь о созревании по фридайверам, состоит в том, что мы эти пределы тестируем. Естественно, когда мы эти пределы тестируем блэкауты, мы не бежим. Поэтому моя позиция, например, как руководитель комитета медицины и науки состоит в том, что мы должны что-то с этим делать. Да, естественно. Что мы должны принимать. Вот эти риски, с которыми совершены атлеты, это конечно должно быть к этому готово. У нас должна существовать целая система, которая позволяет атлетам нырять безопасно, и система, которая позволяет спасать атлетов, даже в всем случае не теряется знанием этого. Эта система работает, как вы знаете, особенно нырять в дну век сейчас они говорили не будут, потому что это работа команды спасателей, организаторы, это слуги, это группы, которые занимаются эвакуацией, это медики, само собой. Меджменты ситуация в том случае, блэкаут произошел. Но тем не менее, надо же что-то сделать с тем, чтобы количество блэкаутов было минимальным по возможности. А что с этим делать? Не знаю. что мы пытаемся сделать. Вот эта статистика за 2019-2020 год соревнований. В 2020 году мы берем новые правила, которые касаются оценки благовол. Те из вас, кто ныряет глубину знают естественно эти правила для части аудитории, которые с этим правилом не знакомы. Я скажу несколько слов. Раньше вопрос о том, может ли актив продолжать соревнования после блэкаута, он находился на усмотрении сути и эвентгметика. Те там не было совершенно четких критериях, блэкаут должен приводить к дисквалификации. И если он приводит к дисквалификации, сколько продолжительной дисквалификации было. Это порождало достаточно большое количество субъективных моментов, потому что естественно атлеты были недовольны, можно понять, почему меня дисквалифицировали на гладня, а он черт который не вернул. когда блэкаут был плоден тяжелый, чем у меня, я думаю, он знает атлет. А его вообще не дисквалифицировали. Почему? Потому что это было достаточно субъективно, не было правил, не было каких-то регуляций, которые позволяли бы судьям и врачам принимать решение о том, когда атлет может признать? Мы потратили достаточно много времени и разработали систему, которая учитывает глубину, на которой произошел блэкаут и время, в течение которого атлет находился без сознания, которое включает совершенно четко описанные медицинские обследования, которые в свою очередь в этот совокупник позволяет более-менее мудренно принять решение, на какой срок атлет должен быть отстранен от участия в соревнованиях, насколько атлет необходимо для того, чтобы он восстановился. Эта система несовершенна, мы ее как-то писали, мы отдавали себе отчет в том, что она несовершенна, мы предполагали, что мы будем ее совершенствовать, и мы исходили из того, что может быть не идеальная система, чем никакой. Так вот, когда мы обидели новые политики и правила от блэкаута, ничего из-за нет. Ничего Сено. Смотрите, как интересно. Возросло количество блэкзалов. В бассейне, да, уменьшилось количество блэкзалов и дубинных бассейн. Но это изменение все равно особо драматичными не является. в бассейне увеличилось. Может быть, конечно. Хотя, на самом деле, эти данные, совместительные соревнования, у нас практически стопроцентный охват. Это данные со всех соревнований. у нас информация по всем стопроцентным сторонам. По соревнованиям и по тренировочному процессу, естественно, и не по свободному времени. что делать, да? Казалось бы, идея, которая лежит на поверхности. Вот то, что мы сейчас активно обсуждаем с подачей Российской Федерации Федерации по поводу. Поверенность не по поводу. Идея, с которой высказала Российская Федерация Федерация Федерации состоит в том, чтобы упростить, чтобы упростить поверхностный протокол, а чтобы сделать его практически унифицированным с протоколом массы. Вот моя позиция, моя позиция, я скорее за, по целому ряду причин. Во-первых, смотрите, если мы сравним статистику блок-аута, то к массовским протоколам и к поэдовским протоколам особой разницы синие столбики это данные свете колблю 2019-21 года, зеленые это мастерские чемпионаты мира, а желтые это аюльские чемпионаты мира. Почему мы берем чемпионаты мира? мы получаем абсолютно достоверную стопроцентную статистику я поняла, что выбор не очень большая и вот посмотрите, вот посмотрите, количество блок-аутов количество блок-аутов в массовской среде она абсолютно сопоставима с количеством блок-аутов на соревнованиях, которые проводятся по правилам международные даже при условии того, что поверхностный протокол во Индии более сложный то есть моя позиция состоит в том, что упрощение протокола да, мы только разговаривали с тобой Филипомаревичем на гибель помнишь, сидели с Валерой Рачевой много на эту тему общался думал что с этим делать я в принципе да у меня вопрос эта статистика берется по количеству красных карточек или по количеству блок-аутов и блок-ауты а именно именно блок-ауты или серфейс DQBO DQBO нет, это не серфер протокол это DQBO потому что это идея я в принципе согласен с тем что протокол надо унифицировать потому что мы свершили в 2016 году помнишь, мы с тобой начинали всю эту историю но тогда она ничем не закончилась если унификация поверхностных протоколов между аэтих массов потому что аргументация допустим аргументация с которой мы сейчас сталкиваемся потому что вот это предложение оно уже находится достаточно активно обсуждается сейчас на уровне борта на уровне комитета парфористских вот одна из таких вот вещей которые казалось бы очевиднее но они таковыми не являются это то чем сложнее поверхностный простокол тем якобы меньше количества но на мой взгляд это не так потому что сложно на мой взгляд сложность сложность поверхностного протокола не связана напрямую с количеством локовов она с чем может быть связана конечно чем более высокое содержание кислорода в крови да чем меньше уровень ипоксии тем количеством ответов больше шансов выполнить поверхностный протокол такая очевидная вещь но напрямую как показывает статистика сложный либо простой протокол влияет на количество локовов это был первый для меня аргумент когда я поддержал изменения в поверхностном протоколе второй аргумент для меня который Тина Эдуардовна говорила когда-то на сухейском курсе дайте ответ утонуть дайте утонуть чтобы вот смотрите что касается для очков я просто еще хотела упомнить то что на данный момент протокола аида возможно выполнить потеряв сознание абсолютно верно что ты абсолютно права ты абсолютно права ты абсолютно права так вот смотрите анализировать во франции во франции просто мы просматривали видео с прошедших в Египте соревнований там все активно поддерживают товарища который схватился за тросов колбасило все как раз он немного лег на воду боком встал показал знак сказал им окей он лег на воду потом дал себе леща очевидно потому что человек был и это не история но все поддерживают в принципе красная карточка и в нашем предложении Анаина Раша это тоже предлагается сделать как раз критериум по которому человеку дают красную карточку правильно я лично это поддерживаю почему потому что заветами дайте ответы дайте ответы дисквалифицировать себя самостоятельно это слишком долго вы как адвокат привыкли к сложным вербальным конструкциям понимаешь для фридайвера это очень сложно скажи еще как вася это не наблюдала то есть вот человека сомфиты его судьи не трогают не трогают если он удержался он погнулся много раз удержался на поверхности он выступает следующий день а если он только как заявок достается окончательно его достают он больше не выступает правильно вот смотрите откуда совершенно верно потому что сложно судить потому что протокол арендовский сложно судить но когда стали анализировать очень большое количество поверхностных протоколов приводит DQSP у людей которые находятся абсолютно в хорошем состоянии в плане гипоксии почему там опытные судьи говорят что если человек понятно что он сейчас уже махнется пусть он лучше махнется там делать двух секунд это ни на что не повлияет но не будет ни протестов ничего все вопросы будут закрыты я считаю что это правильно очень правильно и получается смотрите что что сложный протокол он статистически не влияет он статистически не влияет на количество его сложно судить относительно сколько у нас протестов помнишь когда там протест потом протест на протест потом такие сути выходят два часа ночи такие у кого инфаркт кого зашли за домиком секунд атлеты демотивированы потому что у всех есть ощущение несправедливости после таких вещей то есть все остаются в понимании что что-то не так что-то неправильно это не спортивно конечно потому что в общем то как я все время говорю когда вот это все начинается там мы должны стоять под стражей интересов от лет хорошо без сомнения но давайте не стоять под стражей интересов от лет больше чем сомнение которых у нас не получится сколько мы не стараемся ну так давайте мы хотя бы с ними посоветуемся прежде чем стоять под стражей их здоровь Олег извини пожалуйста одна маленькая ремарка что даже две большие не дашь соврать помнишь первые самые попытки в АИДе изменить протокол когда вот вы еще с Наташей просили это началось в 2009 и в 2010 уже была создана даже группа атлетов которые хотели выработать этот вот новый протокол но так вот это изменилось то есть это достаточно долгая давняя история давняя история но все-таки сейчас мы смотрите что решили мы решили попробовать я это обсуждал Раченко мы решили попробовать системно обсудить это на уровне ассамблеи Бардац учитывая то что изменение поверхностных протоколов не мешало достаточно большое количество атлетов национальных операций если АИДе пойдет на изменение этого протокола ну тогда хорошо если как-то не пойдет тогда будем думать что это делать потому что я понимаю что ситуация атлетов напрягает как раз потому что сложно судить много вопросов качество судейства второе не связано никак с количеством глокаутов третье большое количество протоколов не выполняется не по причине того что человек находится в состоянии гепатии а потому что мало соревновательного опыта забыл просто забыл что-то сделал не так либо судьи расценили что-то не так и четвертое то что Ольга сказала абсолютно верно в ситуации когда человек абсолютно долг а тем не менее там это такое выполняет и зачем у нас был конфликт в девятнадцатом году в Унице потому что помните кто был кто-то напомнит наши ответы для тех кто не в курсе расскажу выныливая замечательная совершенно гиппонская спортсменка ханакхи рушкам да ханакхи 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 у нее цвет ультрамарин глубже чем морская волна которая тут рядом и тем не менее она делает она делает протокол в то же время в то же время люди которые выходят намного мини гипоксичнее протокол не делают и дальше началось там воспринимались там глубинные конфликтники там это все политика как всегда судьи говорят судьи она сделала протокол давайте еще раз пересмотрим все почистим она сделала протокол белокарчик и сейфти говорят а мы тогда не будем судьбиться в последних соревнований потому что мы считаем что она выбрана в состоянии публики по всей золотой медали или серебря да золотая и мы тогда ханакхи дали золото и марина получила серебро и мы тогда целую ночь задумали с собой что с этой ситуацией делать решение нашлось но это одна из причин во-первых по которой мы решили вывести организацию членов мира напрямую потому что когда тебе сейфти говорят если вы японки дадите золотую медаль а не французские золотые мы не будем заниматься сейфти потому что нам казалось что она вне бога непосредственно она сделала протокол если вы у нее золотую медаль то мы последний день сейфить не будем а последний день мужская монолазка со мной такой ключевой день соревнований там если быть честными там не только в этом был вопрос там был вопрос в том что судили Оксана Молчанова и Саввас и Саввас сказал до того как судья выдал карточку Ханаки Саввас сказал смотрите возьмите ее они ее взяли и вдогонку оттаскиваемой Ханаки Саввас дал белую карточку вот в чем еще была там вы понимаете я помню конечно эту историю раньше не получилось я помню эту историю но я говорю о том когда сейфти ставят ультиматум всем и говорят сути уберите дайте деревянную золотую дайте фигня на самом деле так вот для того чтобы элиминировать эти все моменты и учитывая то о чем мы с вами говорим мы сейчас пытаемся изменить поверхность вот я например поддерживал изменение поверхность на основании того о чем я только что сказал но далеко не все да вот Фредерик Леметер он один из известнейших физиологов в мире он француз один из известнейших физиологов для много работы в физиологии фридайлинга Фредерик Леметер он член нашего медицинского комитета вот он категорически против потому что он ссылается на всевозможные научные работы которые говорят о том что после блок-аутов особенно после блок-аутов глубоких в организме человека иногда в мозге особенно это повреждение поэтому да Олег извините действительно выборка не очень большая для того чтобы можно было сделать статистически значимые выводы а есть ли у вас у комитета такие же данные по более широкой выборке если учитывать все соревнования не только чемпионат федерации конечно есть отличаются Леонида и Аида Белоруссия внесла огромный клад вы регулярно вы разыгрываете партию смотрю вот эта информация заинтересовала тысячи стартов здесь порядка тысячи стартов не помню сколько 100 соревнований по-моему каждый год 300 соревнований по-моему тысячи стартов вот это стопроцентная выборка по соревнованиям дело в том что вот эта вот система вот эта система она уникальна для Аиды в массе сравнение Аиды и масса это более широкий выбор потому что в Аиде это есть тысячи нырков а в массе этого нет вот я про это спрашиваю в массе этого нет поэтому в массе есть только вот эта история но на самом деле здесь выборка не такая уж маленькая потому что что чемпионат мира там все-таки несколько десятков стартов а может даже больше сотни но тем не менее тем не менее вот у меня у меня нет ощущения что упрощение поверхностного протокола ради количества но так 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 а ты остановился на Фреде и на том что да почему я собственно вам говорил это потому что когда люди говорят о том что так делать не надо что потому что например сейчас и в медицинском комитете и в техническом комитете там и в суде кстати грант против изменения поверхностного протокола но 2010 года причем уже была группа самых топовых ответов и они говорят давайте нам протокол вот Леша как раз тоже участвовал в этом движении давайте протокол делать проще потому что здесь становится глубже но находится огромная группа которая которая ныряет на 15 метров может даже вообще не ныряет но голос их звучит отчетливее и ну тут знаете тоже такая история олег начин как раз с того что там давайте не будем помогать спортсменам больше чем спортсменам помогают себе когда вообще начала всю эту историю с обсуждением изменения протокола и внесения предложения на это вот я разговаривала с большим количеством спортсменов которые говорили но это не наше дело мы спортсмены мы ныряем а это должны делать функционеры но как-то не доходит до спортсменов что у нас нет функционеров они конечно не 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 то есть голос спортсменов он вроде бы как-то есть но он согласен с тобой абсолютно поэтому мы делаем все что можем и самое главное что ответы организовали потому что я когда с ними переписывал особенно с ассамблеей с руководителями национальной федерации которые будут голосовать потому что в конце концов они не хотят голосовать с ассамблеей да я им всем пишу прежде чем принимать решение или чем голосовать за это против изменения правил спросите у своих атлетов чтобы не получилось так что вы выражаете свое мнение либо там мнение двух функционеров из-за этого там нынешнего какой-то посоветуйтесь пожалуйста со своими атлетами тем более тем более я прошу прощения что я как бы об одном и том что говорю но это все таки момент для нас сейчас очень важен нет однозначных аргументов против понимаешь вот если бы допустим кто-то мог по полочкам разложить что упрощение поверхностного протокола приведет к этому к этому к этому к этому по таким-то 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 причинам такого нет в основном те кто не поддерживает изменения протокола они используют я не могу сказать несколько спекулятивную историку но из серии если мы уберем вербальный кусок вот этот окей да если мы уберем вербальный кусок из протокола то мы тогда повысим количество тяжелых рукавов почему мы не должны исследовать тупо политик массовый труд почему не должны или вот потому что там вред очень хороший физиолог реально вот такие классические работы он не ныряет он правда он инструктор но он не атлет он не ныряет и вот он шьет на основе и в данном научной статье в которых он разбирается очень хорошо но они не связаны напрямую с это вообще никак не связано но это действует потому что с Редерикой писал вот такое письмо по поводу того что это делать никак нельзя аида не может на себя брать ответственность потому что это все идет к тому что наш сбор станет на соревнованиях более опасных как он комментирует вот те блокауты которые случаются на поверхности по правилам аида и после этого спортсмены получают белые карточки как он комментирует и те красные карточки которые даются за то что человек и так но вы меня поймите пожалуйста коллеги я не хочу сказать что там ну он плохой ретроград а я хороший и мысляная перспектива нет просто у нас всегда у нас мы всегда учитываем мы всегда учитываем различные мнения вот нет нет я например дома читаю статистику смотрю читаю работаю а допустим кто еще кто-то там грамот я не знаю какая что в конце концов произойдет с этим протоколом но по крайней мере вот эти выходные будем обсуждать на ассамблее да попробуем тут изменить вот и последнее о чем я хотел вам рассказать просто эту тему как-то совсем обойти в условиях что происходит ничего было корректно так что мы делаем с пандемией во-первых при организации соревнований конечно мы используем какие-то общие правила которые действуют в той стране где соревнования проводятся маски социальное рестанцирование там настолько настолько могли мы это делали на кепле получилось плохо мы разработали целую политику на 10 страницах всем ее разослали перед чемпионатом мира разослали организацию что мы должны делать вот так там были меры реагирования то есть менеджмент что мы будем делать в том случае если произойдет одно или другое все закрыли и на корабле плотно стояли помните когда шторм был в какой-то социальной дистанцировании помните когда все в корабле двести человек сколько мы полтора часа шли до этого вот собственно все социальное дистанцирование до копейки кроме того мы обязательно учитываем какие-то специальные меры ну вот например мы рекомендовали отказаться от BTT во время пандемии и мы попросили сейфти чтобы у них были по крайней мере плохой машин с собой для того чтобы делать резкую брус blow topstock это когда человек дует лицо потом по щеке а потом с ним говорят это первый признак способ вывести из состояния рукава кстати работает старый прием старая процедура она работает но в условиях пандемии мы решили поливать лицо другому не стоит в условиях пандемии особенно поэтому мы отказались и по поводу резкий брыз просили чтобы у них у всех были маски с собой как это предполагалось то есть человек откуда должен был эту маску достать в кармане в кармане костюмах чтобы у них на поясе был карман с маской это весьма сложно представляешь ты же представляешь меня спасает спортсмена который лежит там все с этим спортсменом очень красиво это занимает 5 секунд торопиться 5 секунд на что не поверят на самом деле если говорить во-первых мы не могли это не давать потому что мы по правилам мы должны были принять определенную предосторожность и которая нельзя обойти вперед во-вторых мы руководствуем в протоколах спасения мы руководствуемся в первую очередь рекомендациями международного совета приниматься и они же тоже изменяют стандартные протоколы в зависимости от пандемии в-третьих от нас это потребовали кипрские authorities чтобы у нас был вот этот план на английском языке каким образом мы реагируем кандемию какие изменения мы вносим в-третьих мы когда говорим о республике это тоже вопрос на мой взгляд ведь эти отдельные истории республики они не учатся поэтому у нас сейчас такая политика была на очередь меру последним что если ответ находится в состоянии блокаута тяжелого то не надо тратить время на республику потому что ему сразу транспортировать налог но смысл нет никакого но если есть медикал тим есть рекомендации есть эти теории но они могут выполнять наши рекомендации могут не выполнять если выполнять то ничего не будет если выполняют то ничего не будет то что используем амбука давление в воде я считаю что нет на мой взгляд смотри если медицинская команда находится на платформе либо на боте и для того чтобы до транспорта для того чтобы человека транспортировать до того места где находится профессиональная команда медика нужно 5 секунд или 10 секунд вот на мой взгляд на мой взгляд лучше не тратить время на заведомо неэффективные резкий бриз с мешком через маску раньше там просто помощь пытались делать это ангел почему потому что детектива работает а резкий бриз искусственное дыхание в отсутствие прямого массажа сердца это пустое если человек дышит а ему резкие бризни нужны если человек не дышит ему нужно делать не только искусственная терять лёгких ног и что а если человек не дышит у него тем более остановка сердца резкий бриз тем более в воде попробуй сделать Резкий брызь – человеку, которого ты тащишь. Поэтому на тот момент за это время терять не надо. Одно дело, когда, допустим, как в Блюхоле, что-то происходит, там 30-40 секунд в лучшем случае, а то и все минуты до полторы, для того, чтобы человека дотащить до беды. Тогда, наверное, резкий брызь – они могут помочь отсеять в отчаянии. Тогда, наверное, их делать надо. Но когда его платформа находится рядом, и ответ, в любом случае, окажется под заботой медицинской команды, буквально через 5-10-15 секунд, на мой взгляд, на этой ситуации не пройти надо. Убедите кого-нибудь, не тратите. Вот такая история. Это что касается организации соревнований в период погружения. Теперь смотрите, что касается влияния, влияния вируса. Когда началось, мы провели такой survey в наших группах фридайверсов. Там очень небольшой процент ответов. Но мы отслеживали ситуацию в медицинском комитете с завоеваемыми тюковиц в нашем фридайверском сообществе достаточно плотно на протяжении 2020 года. Мы в 2021-м уже перестали. Все уже понятно. Но когда мне было понятно, что это вообще за заболевание, что мы с этим делаем, мы очень плотно. Каждую неделю мы отслеживаем. Так вот, я вам могу сказать, что для меня это было очень приятно. Нам не известно ни одного случая смерти от COVID среди тех, кто занимается фридайвером. Я не говорю, что их не было. Я говорю о том, что нам они просто неизвестны. Хотя мы по всем странам, по ассамблеям, по всем группам мы спрашивали о том, известны ли вам среди нашего сообщества случаи смерти от COVID-19, либо случаи тяжелого течения. Так вот, мы столкнулись с тем, что, к счастью, даже количество случаев тяжелого течения COVID-19 у фридайверов было относительно небольшим. А, в принципе, конечно, наш народ переболел, болеет. Так же, как и вся популяция. В соотношении же с личной статистикой среди фридайверов нет какой-то особенности. Ну, знаешь, у нас, слава богу, у нас не было ни одного случая смерти. Все-таки смертность COVID-19, она достаточно листовка, несколько процентов дала, особенно тогда, когда еще не было понятно, что с этим делать. Эти данные приблизительно... На английском очень мало количества ответов, на них можно не смотреть. Но эти данные приблизительно... Ты же тоже запомнил. Помнишь, эти данные приблизительно с весны 20-го года или начало века 20-го года. И это укладывается в логику, что у фридайверов достаточно много резервов в организме, которые позволяют компенсировать нарушение газообмена и инфраструктационной гневмонии. Основные симптомы COVID-19. Но что с этим делать, не знаю. Часто спрашивают, а когда я могу... Я филипалил COVID-19 в такой-то форме, когда я могу начать там соревноваться? Когда я могу соревноваться там? Фридайверы. Мне звонят, если не каждый раз в неделю ждать. Я не знаю. Просто потому, что течения заболеваний очень индивидуальные у каждого человека. Я не могу сказать, что если там было 70% поражения елки, то заниматься фридайвингом можно через 6 месяцев. Это спекулятивно. У меня нет данных научных, которые позволяют мне делать такие заявления. Поэтому, есть, конечно, одна очень общая рекомендация. Это восстанавливаться постепенно. Потому что тут пару дней провелся переговоры с одним нашим инструктором. Вы его все знаете. Он переборил COVID-19 летом. Поехал вдохновлять. Решил восстановиться за две недели. Настолько, насколько он измерял. Пытался сделать свою песну бесту. Чуть не помню. Интересно. Потому что в последствии социальной дневмонии они ощущают уста на протяжении 6 месяцев, как минимум. Вы знаете, существенный фактор при формировании последствий сколебания COVID-19 с тромбообразованием. И что я всегда говорю, так вот свежу, так аккуратно. Начинайте заново. И когда-то, может быть, не парадоксально звучит, я ни в коей мере не хочу сказать, что это относится со всем, каждое. Я не могу сказать, Дюша, либо Женя, например, что начинаете с нуля, начинаете с 5 метров нырять. Не дай бог, это не справедливо, это неправда. Но в основном вы начинаете практически с нуля. Если вы ныряете на 7, на 8, на 50, не важно, начните с 10 метров. Потихонечку, 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 не торопясь, прибавляйте. Если вы ныряли 50, два месяца не ныряли, не три месяца не ныряли, не начинайте с 5-10. Но я понимаю, что вы не первый дайфин 50, не строите так свою программу, что сейчас я разныряюсь, на 3-3, сделаю свой пёс на область, как оно было. Начните с нуля, смотрите. Это самый, самый безопасный пункт. Почему? Потому что это поражение, вирусная ковида, специальная пневмония. Стенка альвеолы, она изменяет своё качество. Дезообмен. Почему люди умирают от ковида? Дезообмен страдает между воздухом, находящимся в альвеолах, и кровью, которая омывает альвеолы. Почему? Потому что нормально стенка альвеолы хорошо проницаем, а после вирусной пневмонии, когда мы имеем специальную пневмонию, проницаем и плохо. У фридайверов с этим, слава богу, потому что у нас в обычной жизни используется, наверное, процентов 10 нашего потенциала, скажем, 15 максимум, мы используем от нашего потенциала. и если там у фридайвера поражается, 50-60 процентов снижается дезообмен, то оставшегося, в принципе, хватает, а обычно в нем нет. Но, тем не менее, это нам его хватает в обычных условиях. Но если речь идёт о соревнованиях, о соревновательных нагрузках, о глубоких нагрузках, то, конечно, это лучше. Подойти аккуратно. Вопросы, пожалуйста. Работают. Вопросы, конечно. Вопросы, конечно. Можно вопросы? Я по поведению, как раз хотел спросить. Ко мне, как к конструктору, приходит студент, на базовый курс, и сообщает мне о том, что он так давно переборел при визанце, а в том числе с поражением взрыва. Мне его через врача... Обязательно. Через лечащего. Конечно. То есть только со справкой от врача, что он может... Конечно. Знаете, почему он за это говорит? Потому что, если вы поступите по-другому, то это означает, что вы возьмёте на себя ответственность за его здоровье, не будучи специалистом в области медицины, не будучи специалистом в области кабины. Когда вы отправляете его к врачу, то ответственность за него как бы несёт врач в области мед. Почему? Потому что, если вам хочется брать на него за ворот студента медицинскую ответственность, если что-то случится, он вам скажет, что вы нервничаете. Идём к ним. Тем более, что... Ну, у меня нет ответа на вопрос, да? Как это и что? Потому что, я прошу врачей, чтобы повторять признаки антиковидных гневмоний, ну, в зависимости от тяжести, даже в лёгких интерстициальных гневмоний признаки могут сохраняться несколько месяцев, даже с нарушенных загменов даже нескольких месяцев. А что касается тромботических осложнений, то мы нейротоксичники. Там... там вообще не очень. Не очень понятно. Поэтому, я прошу прощения, что повторяюсь, одна очень-очень общая рекомендация, очень-очень общая. Которая касается студентов ваших в основном курсе, они начинают практически с нуля. Вот, а вы с ним, так вот, себя ведите, как будто бы этот человек пришёл, ну, если не на первое, то на второе занятие. Тихонечку, тихонечку... Почему? Потому что это же симптоматика очень быстро проявляется. Она, в первую очередь, проявляется в чём? Ну, там ляя немножко сильно. Один из первых симптомов того, что человек не готов ещё пока нырять, ну, в частности, после ковида, это утомляемость, да, так? Он нырнул там, я не знаю, там, 50 метров проплыл, постоял, подышал там, через минуту, там, он снова может заботиться. А так он 50 метров нырнул, и стоит, минуту стоит, две стоит, три стоит, и всё никак не может нырнуть, решиться нырнуть дальше. Почему? Потому что не останавливается. Почему? Опять же, да, это заднее страдает, да? Стурация медленно улучшается. Вероятно, микроэмблы накапливаются в мышцах, которые препятствуют заднему, повреждены, и стереотированы уже, впоследствии, сосуды, капилляры, которые несут кровь, соответственно, по сторонам мышц. И добавить, на самом деле, это очень серьезная ситуация. Вот буквально недавно в Москве был случай, вот в нашем российском, не знаю, погибла женщина на тренировке по подводной охоте после ковида. И вот потом, в течение двухгода, по-моему, Наташ, она плыла поверхностным брасом. Ну, она после тренировки плыла уже. Она плыла по поверхности, плыла в год по поверхности, обычно, очень способна. Дело в том, что тренировка, который действительно был... Потому что человек плыла по поверхности, тренер не обратно внимания. То есть, она 7 минуты жал лицом вниз, вышла в льдаве, и увидела, что человек лицом. Она плыла по поверхности... Статику не уплакая была. Да, он спросил, что у него статику лежите, но дело в том, что именно человек плыла по поверхности, там, знаешь, непонятно, человек плыла по поверхности, а дыхание задерживается? Нет. Она была обычной в раз. Девушки, я прошу прощения, вопрос, Саша. По исключению глухапа, последствия уже накапливаются на 50-х лет, если там уже 10 лет надо жили, что не открытие, если я был наблюдений, я понял, скорее они уже накапливаются и решить его последствия? По сути нет, потому что более-менее понятно физиологические последствия гипоксии, а на атомо-физиологические, на микроскопическом уровне, биохимические, это как-то менее понятно. Накопление белков всевозможных, нарушение нейронной связи, но работ, которые говорили бы о клинических проявлениях блок-аутов таких постоянных, таких работ нет. Потому что провести такое исследование методологически очень сложно, то есть мы должны взять какое-то количество людей, которые систематически испытывают блок-аут. Один из таких друзей завтра приедет, и взять как-то, ну таких вещей просто нет, да, ну если там, ну каждый, наверное, нет, ну каждый нет. Я занимаюсь там, спортивным именно фидайлингом, 20 лет уже 25, наверное, именно соревновательным. У меня не было блок-аута, вообще никогда. А есть люди, которые блок-ауты, знаете, как говорят, через тренировку. Ну в общем-то, в основном, в основном, народ, слава богу, блок-аут в нашем сообществе, это не, ну слава богу, это не норма. Почему я об этом говорю? Для того, чтобы этот анализ провести, нужно взять достаточно большую группу людей, которые систематически блокуются, и отслеживать их на протяжении достаточно длительного периода времени, там, нечисляемого годами, там, десятилетиями, с тем, чтобы там, когнитивные функции оценивать, нейрофизиология какого-то. Естественно, таких исследований нет, чтобы вряд ли они появятся. Ну вот, тем не менее, возвращаясь к Фреду, я к нему отношусь с огромным уважнением, он один из лучших нервов-физиологов, и лучший физиолог по области фритамента. Вот они какой-то белок найдут через 6 месяцев в мозге, который говорит о повреждении. И все говорят. Фигушки вам, они изменили его поверхностного протокола. Еще вопросы? Еще один вопрос. А есть ли какие-нибудь уже критерии восстановления фритамента? То есть, там, ну, если так и просторожить, что это армопатия, там, да? А какие-нибудь используются биохимические теории, там, лекарь, биосмографии, или, там, вот, варианты... Вы говорите, в принципе, или после ковида? Не, не бессорида, просто тренировки, да, спортсмены, потому что вы собирались. Нет, у нас нет систематических исследований в этой области. Я прошу прощения, я хочу Витамиру дать слово, поэтому я сейчас отвечу, и Витамиру почему-то расскажет. Витамиру расскажет нам, о чем будет Витамиру? Буквально две минутки, и Витамиру дам слово. Дело в том, что мы, несмотря на то, что мы medical science, да, у нас с medical-то все более-менее нормально, а science у нас спокойно-мозрительное. Почему? Потому что для того, чтобы проводить медицинские научные исследования, мы будем достаточно активный бюджет. И в условиях ограниченных ресурсов, мы свои эти ограниченные ресурсы направляем на практические вещи, которые касаются обеспечения безопасности атлетов во время соревнований, во время тренировок. Поэтому каких-то систематических исследований в этом области, которые касаются биохимевосстановления, испытания, ни военной, ни в другой федерации, их практически нигде нет, проводятся. Почему? Потому что мы никому не интересны, да, вот как на нас ходят так выбрающиеся. Вот такую вот кучку идиотов. Почему? Потому что нормальному человеку не придет с головы, башкой вниз, на реакцию метров, в черном связи. Понимаете? Я на самом деле делаю, что постоянно нужно складываться в изучение нас, как я уже говорил. Могут только психиатры, а не нормальному физиологу. Витамир. Олег, можно вопрос относительно того, что ты сказал по поводу блок-аут-полисе и чтобы не пересматривать? Пересматривать. И предложение от Аида Раша относительно блок-аут-полисе. Конечно. Почему пересматривать? Два слова. Почему? Потому что сейчас видение такое, что медики оценивают состояние после блок-аута. У нас есть стандартные процедуры и политики по этому поводу. А судьи принимают решение. Почему? Потому что у них записи. Потому что они видят, на какой глубине произошел блок-аут. Через какое время произошло восстановление для того, чтобы принять более адекватные решения медиков, а не суточные медики. Мы же не видим камеру. Мы видим, что блок-аут, мы этим занимаемся. Мы оцениваем состояние человека вечером, утром, днем. Мы говорим, нормально у него все это или нет. В больнице. Но мы не имеем доступа к камере для того, чтобы посмотреть, сколько секунд у блок-аута какой-то момент произошел. Поэтому мы хотим немножко это все упростить. Ну, если бы там Аида Раша что-то пришли, мы вам очень-очень благодарны. И я прошу прощения. Мы же писали отдельно вопросы по фактмированию. Ну, дай сначала протокол выбраться. Чемпион и рекордсмен мира! Витамир Маричич! Нормально! Аплодисменты! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Проект. Надо это самоуправить. И вот стихики. Алиша, подбейте, пожалуйста. Чемпионеры. Компионеры. Не помню. АПЛОДИСМЕНТЫ Бог, это благословерение. Нормально не деменовая. Нечего, поправить. спикер-сюрприз, бонус опрос в зал у нас есть профессиональные переводчики просто если нет, могу я переводить профессиональные действия кто-нибудь вдруг хочет попереводить а все знают английский и нужен перевод так что она уже задала вопрос